День за днём В Десногорске проходит вакцинация против гриппа Мы приглашаем жителей нашего города привиться против гриппа Управление по делам ГО и ЧАЭС отчиталось о происшествиях за прошедшую неделю На прошлой неделе на территории муниципального образования спасатели Десногорского поисково-спасательного отряда привлекались для проведения работ В Десногорске прошел регулярный строевой смотр сил правопорядка Каждые действия каждого сотрудника должны быть законны и приносить пользу и благо нашим жителям А теперь подробнее об этих и других новостях В общественной палате Смоленской области обсудили ход реализации нацпроектов В мероприятии приняли участие губернатор Алексей Островский, представители исполнительной и законодательной власти региона На Смоленщине запланирован к реализации 51 региональный проект в составе 10 национальных и 1 региональной программы В этом году в области реализуется 47 регпроектов, которые коснутся здравоохранения, спорта, образования, культуры, экологии и других направлений Губернатор подчеркнул, что особое значение при их реализации имеет общественный мониторинг и контроль всех запланированных мероприятий Направленных на улучшение всех сфер социальной и экономической жизни смолян Отдельно глава региона остановился на работе органов местного самоуправления 1 октября представители городских инфраструктур Десногорска рассказали о событиях в городе и отчитались о проделанной работе Подробности далее Провел совещание исполняющий обязанности главы города Александр Новиков За прошедшую неделю в отделение скорой медицинской помощи поступило 207 вызовов Случай заболевания гриппом пока не регистрируется, что говорит о благоприятной обстановке в городе Инженерные инфраструктуры Десногорска работают в штатном режиме Системы отопления запущены, все наладочные работы практически завершены Количество заявок от населения сократилось с почти 600 до 60-100, что соответствует режиму нормальной эксплуатации 27 сентября в период с 10.00 до 10.30 проводилась проверка муниципальной системы оповещения населения По результатам проверки аппаратура функционирует исправно Виталий Волков, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Деснатовая Представители партии «Единая Россия» подготовили поправку ко второму чтению закона о взаимозаменяемости лекарственных средств Она позволит возить в страну наркотические и психотропные препараты для тяжелобольных Эта норма коснется случаев, когда у человека зафиксирована индивидуальная непереносимость к зарегистрированному в Россию препарату Или же врачебная комиссия может принять решение о ввозе зарубежного аналога, если у пациента индивидуальная непереносимость к вводу лекарства уколом В то время как импортный препарат можно вводить другим способом Кроме того, подготовлены поправки в Гражданский кодекс, позволяющий государству в случае острой необходимости произвести закупку импортного лекарства без согласия правообладателя, но с последующей выплатой ему компенсации В Смоленской области полным ходом идет прививочная кампания против гриппа Решение, делать или не делать прививку, по-прежнему остается добровольным Впрочем, медики Десногорска считают, что это необходимо Сделать прививку от гриппа сейчас самое время В медико-санитарной части 135 вакцинация уже идет Врачи используют отечественный препарат, который защищает от самых распространенных штаммов Медсанчасть гарантирует обязательную и бесплатную иммунизацию наиболее уязвимых к заражению гриппом людей К ним относятся школьники, студенты, беременные, призывники и люди старше 60 лет Кроме того, обязательно прививаются лица отдельных профессий Например, работники медицинских и образовательных учреждений, транспорта, коммунальной сферы Дети 6 месяцев и до 3 лет прививаются двукратно с интервалом в 28 дней Эффективность и безопасность иммунизации против гриппа подтверждают ежегодно проводимые в области прививочные кампании При этом не зарегистрировано ни одного случая поствакцинного осложнения и летального исхода среди привитых лиц Мы приглашаем жителей нашего города привиться против гриппа Для этого необходимо обратиться к участковому врачу без записи, без очереди Оформить согласие на вакцинацию и прийти в прививочный кабинет Ежегодно в Десногорске прививаются менее 25% детей Зачастую причина этому – отказ от прививок их родителей Они объясняют это опасениями, связанными с осложнениями после введения живой вакцины Хотя по статистике побочные эффекты возникают крайне редко Врачи обязаны предупреждать обо всех возможных осложнениях Родители также должны информировать медиков о перенесенных наследственных болезнях При этом большинство противопоказаний временные Хроническое заболевание отнюдь не повод отказаться от прививок Наоборот, ослабленный организм – главная мишень для вирусов и бактерий Наиболее частым осложнением гриппа является пневмония Она может быть вирусной, может быть вторичной, бактериальной Протекает она, как правило, тяжело, требует госпитализации Также частыми осложнениями бывают синуситы, атит, ластонозирующий ларингит, рахеид, паранхит Ну и перикардит может быть и ряд других осложнений Бывают такие случаи, что по 2-3 курса антибиотиков, чтобы вылечить осложнения после гриппа Поэтому надо подумать родителям очень хорошо, что действительно вакцинация очень бесплатная и эффективная мера борьбы с гриппом Специалисты напоминают, вакцинацию против гриппа нельзя рассматривать в качестве экстренной меры На формирование иммунитета к вирусу гриппа требуется время, чтобы иммунная система на введение вакцины выработала специфические антитела Очень важно не упустить сроки вакцинации и привиться против гриппа до начала эпидемического распространения инфекции Виталий Волков, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ ГИБДД внедрит электронные водительские права, которые можно будет показывать на смартфоне Об этом заявил глава российской госавтоинспекции Михаил Черников Он уточнил, что при выезде за границу можно будет оформить пластиковое удостоверение Точных сроков по внедрению электронных водительских прав глава ГИБДД не назвал Сейчас необходимо провести модернизацию оборудования и внести изменения в действующие нормативные акты О чрезвычайной обстановке в городе за прошедшую неделю рассказал начальник управления по делам ГООЧС по Десногорску Андрей Воронцов На прошлой неделе на территории муниципального образования спасатели Десногорского поисково-спасательного отряда Привлекались для проведения работ Показанию помощи скорой 8 раз По вскрытию дверей 2 раза По спилению деревьев 1 раз За 7 дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 629 сообщений Из них 240 ложных Поступило и отработано 12 просьб от населения В соответствии с стандартом несения службы Обязательное условие эффективной работы правоохранительных органов Уровень подготовки и оснащения Десногорской полиции Был проконтролирован на очередном строевом смотре 1 октября Такие мероприятия проводятся ежеквартально Строевой смотр позволяет соблюдать стандарты несения службы И соответствие требуемым нормам Каждые действия каждого сотрудника должны быть законны И приносить пользу на благо наших жителей Осенне-зимний период – время повышенного внимания правоохранителей С наступлением нового учебного года Забота о безопасности детей на улице Становится одной из основных задач полицейских И особое внимание в настоящее время Так как начался у нас учебный год Обращать местам массового пребывания людей В том числе там, где находятся у нас дети И пешеходные переходы, наши школы и другие учебные заведения Силы оперативного реагирования – это не только сотрудники полиции Спокойствие и порядок в городе обеспечивается также силами ГОИЧС Казачеством и народными дружинами Задача у них одна – недопущение противоправных действий И устранение чрезвычайных ситуаций Жители видят, что работа идет И как бы больше обращаются Видят, что имеется как бы гражданская помощь В завершении смотра руководители подразделений Проверили экипировку и оснащение своих подчиненных Были поставлены цели и задачи на предстоящее дежурство Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ Контролеры в кинотеатрах, библиотекарей и продавцы книжных магазинов Смогут на законных основаниях требовать у посетителей Предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность Соответствующий закон вступил в силу с 1 октября 2019 года Удостоверение личности придется показывать, если фильм Или иное зрелищное мероприятие идет с возрастной маркировкой 18+. Кроме того, аналогичные требования введены в библиотеках При выдаче литературы, содержащей информацию Запрещенную для распространения среди детей Закон также запрещает распространение информационной продукции Категории 18+, на расстоянии менее 100 метров От детских садов, школ, лагерей и санаториев А теперь коротко о погоде 3 октября в Десногорске ожидается переменная облачность Возможен небольшой дождь Днем плюс 18, ночью плюс 11 На сегодня это все новости Больше интересного на нашем сайте Деснадефестово.ру А также в наших официальных группах В социальных сетях Вконтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм С вами был Виталий Волков Увидимся Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok